Эта икона с изображением Николая II и его наследника, одетых в черкесскую форму, была привезена казаками из Афона в прошлом году. Все это время святыня находилась в войске Черноморского казачьего округа. Сегодня реликвию передали тем, кто тщательно изучает историю и культуру казачества, ученикам 10-й школы. Они не понаслышке знают об эпохе императора Николая II и о всех тяготах, которые перенесла семья Романовых. Человек, который много сделал, человек, который, будем говорить, как руководитель в трудный переломный момент, брал на себя ответственность. Было в Первую мировую войну, когда он взял командование на себя. Сам лично знал чаяния каждого русского солдата, лично всю форму испытывал на себе. То есть он 14 километров прошел как рядовой. Мало об этом кто знает. Поэтому считаем знаково, что такой человек, который любил семью, который любил свою Россию, именно будет покровительствовать нашей школе. Для нас это очень важно. Торжественная церемония принятия иконы школы прошла по канонам казачьей культуры с песнями-плясками. А то, насколько хорошо ученики знают историю, ребята продемонстрировали во время ежегодного фестиваля и показали неплохие результаты. Школьники отлично владеют информацией о заслугах казаков, их быте, обрядах и ритуалах в одежде, за что и получили грамоты. А лучшим казачьим классом признан второй Г. Я горжусь и радуюсь за сочинскую школу. И хочу сказать большое спасибо главе города Сочи. Вы знаете, что Атон Николаевич Пахомов казачий полковник, герой Кубани, который почитает все казачьи традиции православия. И мне приятно, что именно Сочи, Сочи является инициатором таких данных мероприятий. 25 апреля во время торжественного ежегодного парада казаков станет известно, получит ли 10-я школа официальный статус казачьей. Тогда она станет третьей по счету в Черноморском казачьем округе. А традиция передачи святынь в школы продолжится. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова